Отличился в учебе, получай по заслугам. 23 студента теперь носят звание именных стимпендиатов мэра Ишкаралы. Эта награда стала уже ежегодной и учреждается администрацией города в 14 раз. Правда, рассчитывать на нее может далеко не каждый отличник. Один из главных критериев отбора – заметные успехи студента в научной или общественной деятельности. Как попасть в число избранных, выясняла наша съемочная группа. Главные новости из жизни Республиканского колледжа культуры и искусств Юлия Вершинина узнает одна из первых. Чуть меньше года назад в образовательном учреждении запустили студенческий интернет-портал. Юлия вызвалась поработать корреспондентом. Получилось. Теперь она регулярно пишет для сайта статьи. Стипендиатом мэра Ишкаралы Юлия Вершинина становится уже второй год подряд. Нынче отметили ее заслуги еще и в волонтерской деятельности, а также как председателя студенческого старостата. Летом девушка работает в детском лагере «Вожатый». Впрочем, изменять будущее профессии, как и родному городу, студентка колледжа культуры и искусств не собирается. Я могу быть и режиссером-постановщиком театрализованных представлений, могу быть и ведущей, могу просто быть организатором. Каждый стипендиат, он должен работать на благо нашего города, на благо нашей республики и, конечно, проявлять себя на уровне своего учебного заведения. В число стипендиатов мэра ежегодно попадают заметные студенты вузов, а также учащиеся в учреждении среднего и начального профобразования. Алексей Цыган в следующем году заканчивает Ежкаролинский медколледж. Будущий фельдшер скорой помощи гордится. За плечами он уже имеет неплохую медицинскую практику. Помимо учебы я ездил в качестве студенческих строительных отрядов в город Сочи, возводили олимпийские объекты, помогали, собственно говоря, уже в нашей олимпиаде, которая уже на подходе. Мы оказывали помощь ребятам, которые работали на строительных объектах. Кстати, размер именной стипендии мэра с этого года немного увеличился. Теперь 1700 рублей утвержденная сумма для студентов вуза, 1250 рублей для учащихся колледжей, техникумов и училищ. Эти деньги из городского бюджета ребята будут получать каждый месяц дополнительно к своей основной стипендии в течение всего учебного года. В планах мэри внести поправки в положение, согласно которым на стипендию в качестве стимула смогут претендовать учащиеся не только государственных, но и муниципальных, а возможно и частных образовательных учреждений Шкралы. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»